Бюджет Мариел на 2016 год передан на рассмотрение Государственного собрания Республики. 1 декабря состоятся парламентские слушания, посвященные рассмотрению главного финансового документа. Напомню, на минувшей неделе проект бюджета получил одобрение в правительстве региона. Несмотря на то, что все социальные гарантии и выплаты в целом сохраняются, бюджет будущего года уже обрастает массой слухов. Чего ждать бюджетникам от бюджета? Подробности в следующем сюжете. В соответствии с изменением федерального законодательства, бюджет Мариел-2016 будет принят только на один год, а не на три, как это было годом ранее. В 2016 году по проекту он составит 25 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем в 2015. Тем не менее, снижается размер дотаций из федерального бюджета более чем на 700 миллионов. Без этой суммы безвозмездные поступления из бюджета России составят почти 7 миллиардов рублей. Стоит отметить, что главные статьи финансового документа, обеспечивающие социальную поддержку и выплату зарплат работникам бюджетной сферы, удалось сохранить. Более того, слухи о вероятных сокращениях работников в системе образования беспочвенны. В непростой для всей страны год правительство республики планирует сократить капитальные расходы, сохранив при этом коллективы образовательных учреждений региона. Впрочем, оптимизация все-таки будет возможна в исключительных случаях. Леонид Маркелов на заседании правительства привел в пример бывшего директора сразу двух школ в одном из районов республики. Я ее спрашиваю, чем вы недовольны? Скажите, где вы работаете? Значит, ну вот я там работаю, там вот директор школы и еще директор школы. Я говорю, подождите, я что-то не понял. Вы что, один человек, два директора? Два директорских места занимаете? Да. Ну мы вышли проверку, посмотрели. Она работает на четырех работах. Получала она зарплату на тот год, это было, ну, скажем так, 10 лет назад, 75 тысяч. Она получала, как республиканский министр в то время получала, да, занимая незаконно несколько мест, еще она числилась и учителем, и учителась и директором, и школой искусства, и все. Ну, неважно. Мы порядок навели. Ну, вот такого не должно быть, вы понимаете, да, в образовании. А вот что касается сокращения, о чем я говорю? Надо менять забор. Ну, приняли решение, ну, некрасиво он выглядит. Я согласен, но не в этом году. Он нормальный, исправный, не падает нормальный. Давайте лучше пусть забор стоит этот еще пару лет, чем мы возьмем и 10 человек выгоним. Согласны со мной позиции такой? Люди прежде всего. Более того, в системе образования МРИЭЛ в следующем году откроются дополнительные рабочие места. С вводом в строй новой школы в Горномарийском районе и детского сада на 320 мест в Ешкар-Оле. Но и без этого в регионе сегодня наблюдается не переизбыток, а дефицит педагогов и преподавателей. По данным Государственной службы занятости республики, на сегодня в МРИЭЛ требуется 58 учителей, 64 воспитателя, 20 воспитателей детского сада, 12 преподавателей в системе специального образования и 7 преподавателей колледжей и вузов. Со всеми вакансиями можно ознакомиться на сайте службы занятости. Стоит отметить также, что ряд нормативных расходов на образование в следующем году будет увеличен, и дополнительные средства будут выделены на обслуживание парка школьных автобусов. В проекте бюджета 2016 года на 35% увеличиваются средства на учебные расходы. Это, в общем-то, не может нас не удовлетворять, поскольку последних несколько лет эта цифра вообще не индексировалась. Увеличиваются средства на содержание детей-сирот, на питание работников, на учебники, на содержание автотранспорта. В отрасли образования более 200 единиц, и они сегодня осуществляют подвоз детей каждый день и к месту учебы, и обратно. Поэтому, в целом, бюджет, я думаю, что, имея социальную направленность, он будет выполнен, и отрасль образования в 2016 году будет работать стабильно. Проект бюджета Мариэлл на 2016 год будет рассматриваться в Государственном собрании республики уже на следующей неделе, 1 декабря. Мы продолжим освещать эту тему в ближайших выпусках новостей телеканала «Регион-12». Продолжение следует...